На этих кадрах, кажется, обычный подросток катается на велосипеде. Но чего стоило 12-летней Яне Степаненко сделать это, знают только родные. В момент удара российской ракеты по вокзалу в Краматорске в апреле прошлого года Яна вместе с мамой были на перроне. Сначала я вообще не поняла, что случилось. А потом я просто отжала на вокзале, что-то мне так немного подняло вверх ноги, а их не было. И вот все, в этот момент у меня просто шок, паника. Было трудно. Дальше ты без ног, и как дальше жить. И я на Яну, а потом на ноги. А у нее уже стоп не было. Я пыталась подняться как-то. И глянула на свою ногу, она там телепалась на сухожилии. Они проходили лечение во Львове, затем прилетели в Сан-Диего на протезирование. Ровно год мама и дочка учились заново ходить. Девочка перенесла операцию в США. У меня на правой ноге мешала косточка ходить. И мне нужно было ее убрать. И вот мне сделали операцию на нее. Все. Теперь хожу хороша. Помню эти моменты, когда первый раз стала на протезы. Это было тяжело, правда. Сами протезы, они нелегкие очень. Они как бы тяжелые. И вот как будто камни до ног привязали. Вот такое ощущение. Потом непривычно было. Я шаталась поначалу. Надо было учиться держать равновесие. Да. Ну а потом уже расходилось. Как бы все хорошо. Учиться заново пришлось не только ходить, но и жить. Их жизнь разрушилась в один миг. Наталья потеряла мужа в этой войне. Она вдова военного и проходит через тяжелейшую психологическую травму. Это сложно забыть и простить. В марте прошлого года погибла также мама Натальи. Это был удар за ударом, говорит Наталья. Но она смогла взять себя в руки ради в один миг повзрослевшей от случившегося дочери и сына. Ярослав тоже был на вокзале в момент удара ракеты. Но мальчик чудом не пострадал. Я ей единственное, что сказала. Говорю, Яна, если мы не умерли, значит мы чего-то в этой жизни не доделали. Говорю, значит зачем-то ж нас осталось. Мы ж остались живы, правильно. Поэтому мы продолжаем жить. У нее много друзей таких. И есть один воин с Азовстали, Влад, который очень сильно ее поддерживает. Он ей такие наставления дает и все. И вот она, я говорю, Ян, детки и танцуют. И фигурным катанием занимаются, и бегают, все делают. Всем советую как бы не расстраиваться, потому что поначалу я тоже расстраивалась, а сейчас как-то уже так более-менее все отпустила. Лена Галюк из Киева, все ее родные сейчас в Украине. Она пригласила Наталью и Яну в гости в свой салон красоты, чтобы хоть как-то отвлечь их от всего того, что пришлось пережить им, особенно Яне. Я знаю, что она как бы сильная. Я знаю, что она чемпион. Я знаю, что у нее все будет хорошо. Это видно, это как-то чувствуется, что она не сдастся. Но просто хочется ей в этом помочь. Совсем скоро семья Степаненко возвращается в Украину. Это все равно хочется домой. Как бы тут не было хорошо, а домой-то хочется. Вот у нас столько много людей, да, поуезжало. Возвращаться некуда, дома разбитых людей. Мы вот тоже вернемся. Я не знаю даже, с чего мы будем начинать. А еще они учатся заново улыбаться. И это сложнее всего. А вот что невозможно, говорит Наталья, так это поверить в то, что есть те, кто поддерживают эту войну, забравшую у нее маму, мужа, здоровье ее и ее дочери. Я знаю, столько уже сказано им, и сколько пытаются им доказать и показывают. А у них все это делает ВСУ. Они вообще ничего не делают. Они нас спасают от домов, от работы. От все. Молодцы, конечно.